МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия дневной выпуск информационной программы «Республика» в студии Ольга Пыречкина. В Чебоксарах открылся завод по производству кабелей для немецких автомобилей. Этот проект реализовала японская компания «Фуджикура-Аутомотив». Сотрудничество с иностранными инвесторами начал налаживать лично глава республики. После многочисленных переговоров, в том числе и с премьер-министром Японии, было принято решение создать новое производство в Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первую партию кабелей, произведенных в Чебоксарах, уже скоро отправят в Калугу. Именно там сейчас базируется завод по сборке двигателей внедорожников «Фольксфаген». В немецком автоконцерне на российские регионы сейчас делают особую ставку. Зарубежные инвесторы долгое время выбирали города, где возможно реализовать столь масштабный проект. Чувашия стала первым субъектом в стране, в который компания «Фуджикура» вложила такие крупные средства. Объем инвестиций превысил 250 миллионов рублей. Чувашия обладает высококвалифицированными ресурсами и активно работает над развитием обрабатывающей промышленности. Компания «Фуджикура» приняла решение об открытии нового завода в очень хорошем месте. Уже изначально данный проект признали приоритетным. Его удалось реализовать меньше, чем за год. Японским инвесторам предоставили готовую площадку. Этот корпус пустовал долгие годы для производства автокабелей. Его оснастили новейшей аппаратурой. Один такой кабель состоит из сотни тонких проводов. Их скручивают, спаивают со специальными контактами и обматывают в изоляционную ленту. Это по-настоящему ювелирная работа. Многие специалисты проходили практику в стране восходящего солнца. Большинство работников завода – выпускники Чувашских вузов. Сюда трудоустроились пока 120 человек. Но в следующем году планируют создать еще 250 рабочих мест. На государственном уровне заняли такую принципиальную позицию, чтобы создавать благоприятную и комфортную среду для ведения бизнеса и своим предпринимателям Российской Федерации, Чувашской Республики и за пределами Российской Федерации. Ибо есть необходимость привлечения дополнительных инвестиций мировых компаний для того, чтобы создавать новые производства, новые высокотехнологичные рабочие места. В ближайшие годы японские инвесторы планируют расширить производство кабелей. Будущее завода сейчас зависит от того, насколько активно восстановится российский автопром. У нас есть возможность к расширению. Но если говорить о развитии, то с момента разработки продукта и запуска необходимо от 3 до 4 лет. Это заложено в бизнес-плане. Первый жгут, произведенный на новом заводе, закрепили на специальном стенде. Он будет напоминать о дне, когда Чуваши и Япония сделали шаг на встречу друг другу, положив начало инновационному проекту. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с японской делегацией за столом переговоров. В Чувашию приехала представительная делегация иностранных партнеров. В ее составе не только гости из страны восходящего солнца, но и чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации, а также советник испанского посольства. После открытия завода для японских бизнесменов провели экскурсию по Чебоксарам. Гости отметили, что столица региона произвела на них впечатление. Михаил Игнатьев пригласил их приехать сюда и в июне на праздничные мероприятия. Стороны обсудили и реализацию будущих инвестиционных проектов. Представители компании «Фуджикура» подчеркнули, что в республике для зарубежных партнеров создана благоприятная среда. Любишь парковаться, люби платить за парковку. Вопрос платных стоянок в центре столицы Чуваши сейчас рассматривают в городской администрации. Технологии, которые позволят организовать такую практику, презентовали журналистам. Я вожу машину ловко, но одна беда – парковка. Выезжаю с позаранку, чтобы отыскать стоянку. Про нехватку парковочных мест в городах россияне уже слагают стихи. Проблема этой знакомой столицы Чуваши, как бы парадоксально не звучало, изменить ситуацию в лучшую сторону позволит как раз ограничение парковки в центре Чебоксар. То есть, если она станет платной. В настоящий момент мы работаем над определением зоны платных парковок, улиц, входящих в эту зону. Предварительно эта зона ограничена улицами Президентский бульвар, Энгельса, в том числе и ЖД-вокзал. Потому что сегодня мы были, мы когда искали место, где организовать презентацию данного оборудования, поставить этот автомобиль, пригласить вас, мы заехали на ЖД-вокзал. В настоящий момент сейчас ЖД-вокзал забит машинами. И машинами, как вы понимаете, не теми, кто уехал на поезде, не теми, кто кого-то встречает или ожидает. То есть там просто люди, находящиеся поблизости предприятий. Организовать платную парковку на значительной территории без особых хлопот позволяют такие устройства, как паркоматы. На улицах Москвы они стоят уже несколько лет, недавно появились у соседей в Казани, Нижнем Новгороде. С помощью сотрудника или системы фото и видео паркомат фиксирует время, когда автомобиль заехал в зону платной стоянки. И первые 15 минут плата не взымается, а затем включается счетчик. Расплатиться можно банковской картой, смс-сообщением с телефона или через специальное приложение. Кроме того, умные устройства можно объединить в одну систему. Объединив всю информацию, вы можете в дальнейшем уже, находясь в офисе, дома, прежде чем выехать куда-то, посмотреть, зайти на портал, посмотреть тарифы в зоне парковки и плюс их свободные места. Плюс у человека есть свой личный кабинет, который он может пополнять либо через мобильный счет, либо через паркомат, либо через смс. Каковы будут тарифы на парковку в центре города, в городской администрации пока не определились. Водители таким нововведением, скорее всего, не обрадуются, так что надо все тщательно продумать. Кстати, вырученные средства могут пойти на ремонт дорог, благоустройство города. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Как обеспечивать продовольственную безопасность России? Этот вопрос оказался в центре внимания аграрных вузов страны. В Чувашской сельскохозяйственной академии начала свою работу международная практическая конференция. В ней принимают участие представители учебных заведений и стран ближнего зарубежья Азербайджана, Польши, Казахстана. Организаторы конференции уверены, что обмен мнениями и опытом поможет укрепить связь между научной теорией и практикой. Студенты сельскохозяйственной академии, к примеру, продемонстрировали гостям свои достижения. Новые сорта овощей, разработки инженеров и зоотехников. Тема моего доклада называется «Технологии выращивания яиц». Мы даем взрослым курицам биостимуляторы, которые помогают в будущем получить больше мяса и яйцо. Конференция сегодня очень актуальная. Почему? Потому что именно в рамках реализации проекта, обозначенного правительством Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, также в контексте совещания руководителей высших учебных заведений Министерства хозы России, которое проходило в Ставропольском государственном аграрном университете, обозначено в частности реализация кластерного подхода в агропромышленном комплексе Российской Федерации. Я думаю, мне кажется, что в Чувашской Республике этот подход в ближайшее время будет реализован, а именно Чувашская государственная сельскохозяйственная академия могла бы стать инновационной площадкой для развития именно этого подхода. В Столице Чувашии стартовал 8-й республиканский конкурс инновационных проектов по программе «Умник». Участники представили на суд экспертов свои научные работы. Как ученые, молодежь предлагают улучшить общество и мир в целом, узнавали мои коллеги. Блудородная почва для взращивания новых идей – инкубатор бизнес-инноваций. Все это об «Умнике». Уже шестой год в Столице Чувашии собираются самые одаренные и талантливые студенты и молодые специалисты. Цель у всех одна – доказать, что их идея способна изменить окружающий мир в лучшую сторону. Проекты представлены по пяти различным направлениям. Павел Моисеев из сельскохозяйственной академии знает, как сделать так, чтобы на дорогах было меньше аварий. Многие автомобили, и из-за… там есть небольшая оплошность, можно так сказать, или недочет в конструкции. Из-за этого недочета многие автомобили попадают в аварию, некоторым образом решил эту проблему. Там параллельно насосу гидроусилителя устанавливается гидроаккумулятор. Можно предложить некоторым заводам данную разработку и существенно повысить на должность автомобилей. Конкурс проходит при поддержке фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере и Минэкономразвития республики. За шесть лет работы фонда в республику удалось привлечь более 165 миллионов рублей и реализовать около 200 разработок. Однако этого недостаточно. До сих пор существует проблема. Многие местные предприятия сотрудничают с умами из других регионов. Органы власти стараются решить эту проблему. Мы собираем сейчас со всех промышленных предприятий те технологии и разработки, которые они планируют реализовывать в ближайшие 3-4 года. И далее все эти темы, их планируем и неокры, мы доведем до наших вузов, чтобы в будущем вы могли ориентироваться в том числе и на те потребности предприятий, которые сегодня существуют. И свои темы, в том числе по программам «Умник», также вы смогли бы реализовывать в данных направлениях, что даст вам возможность гарантированно внедрить их в производство. «Умник» проходит в 69 регионах России. Победители получат грантовую поддержку на два года в размере 400 тысяч рублей. «Далее они могут подать на старт и получить до 2 миллионов на первый год. Далее уже 3 миллиона, потом 4 миллиона. Дальше уже, если это компания, то есть у нас другая программа, которая предполагает до 15 миллионов рублей. Есть и другие международные программы. То есть, войдя в этот инновационный лифт, они могут вырастить свою идею, воплотить в реальный какой-то бизнес. И есть случаи, когда выходят на международный уровень». Конкурс инновационных проектов «Умник» позволяет одаренным молодым людям не только развить и реализовать свою идею, но и дает возможность создать творческо-научную среду, в которой могут появиться новые и неожиданные решения. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Литературный музей имени Константина Иванова отмечает 75-летие. В честь этого события открылась новая экспозиция, а поэты и писатели собрались на творческий вечер. Музей имени Константина Иванова был создан в 1940 году, к 50-летию основоположника чуварской классической поэзии. Но просуществовал всего год. Началась война, средств не хватало, помещения не хватало. В 1957 году для музея нашли отдельное здание – старинный особняк на углу улиц Ленинградской и Плеханова. Ну и он попал в зону затопления. Зато в 1990-м, к столетию поэта, музей получил не только новое помещение, но и возможность расширить экспозицию. Вот здесь детсад был, деревянный, двухэтажный. Его снесли и начали строить этот дом. Ну, года три, наверное, четыре строили. И как раз вот с 1986 года по 1990 успели вот это запустить. И мы были очень рады. Подобными музеями может похвастаться далеко не каждый регион. Как правило, экспозиции посвящают жизни и творчеству какого-либо одного выдающегося поэта или писателя. У нас же под одной крышей собраны более 300 деятелей национальной литературы. Вот такая мечта была именно детских писателей показать. Можно и Чаплину было, тоже Трубину, Марфомот. Помимо постоянной экспозиции в литературном музее проводятся тематические выставки. Сегодня, например, она посвящена самому музею и его сотрудникам. И творческие вечера. С недавних пор в литературном салоне стали бывать и художники со своими вернисажами. И теперь посетители музея могут представлять, что они читают иллюстрированную хрестоматию по чувашской литературе. Елена Гальперина, Олег Якимов, Андрей Спиридонов. Республика. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши.